приветствую друзья сейчас будет у нас встреча я приглашаю на эту встречу дорогую уважаемую мне собеседницу которая необыкновенно интересно ведет встречи лицею я надеюсь сейчас будет очень интересный разговор потому что игры в которые мы играем потому что каждому человеку оказывается взрослому надо иногда побыть ребенком чтобы включить эндорфины которые у него были и опять возродиться как будто родиться заново вот у меня есть друг михаил козин это он говорит обнимаю вас музыкой я вот картинами я обнимаю вас добротой и понимание стараюсь стараюсь ключи я приветствую тебя дорогая привет привет как меня слышно как меня видно сейчас я поправлю звук да мне наташа будет кузбина помогать она уже книгу закончила тоже сдает в издательство я уже сдал издательство да так что мы сейчас такие вот как говорится после трудов таких больших не одного года так меня все хорошо видно все ок я вижу очень хорошо нам здесь активно присоединяются участники нашим ой сердечки сердечки это хорошо же правда сейчас что-то пропало люция не знаю как как правильно люция я тебя я тебя не вижу теперь пропало сейчас мы повторим дарим запрос отправили так я вроде вернулась все все хорошо как настроение лицея как погода слушай все отлично настроение прекрасное все замечательно у нас только единственное что показания немножко прохладновато а так в принципе все хорошо у вас у вас идет этот дождь который у нас москве идет несколько дней у нас примерно так же но несколько дней не идет он вот только начался вчера сегодня но так очень пасмурно и очень печально а ты знаешь я вспомнил было такое романтичное стихотворение такое мощное мощное это не дождь идет это слезы пиццы пизы пизы это городе потому что там эта ситуация была я тоже вот смотрю на наш дождь это слезы москвы потому что жизнь такая вот выборы только прошли люди в разном настроении и сейчас все будут сплачиваться в некому едином мнении обо всем но мы не будем отвлекаться на политику у тебя такой важный вопрос ко мне как игр да я бы хотела поговорить сегодня про игры вообще в таком контексте знаешь широком затронуть вообще тему игр в которые мы играем потому что мы не можем по-другому да и здесь у нас может могут быть разные роли людей там и позиции жертвы да и разве когда мы играем в треугольники всякие и так далее то есть это одна история а другая история она такая оздоравливающий это когда мы можем осознавать свои роли проявлять родевую гибкость и включать игру по ходу дела и вот сейчас вообще на мой взгляд игровой подход он он мало того что терапевтичен он полезен он классный он легкий он помогает нам лучше узнавать себя и вот как ты в самом начале очень точно сказал это состояние ребенка в котором очень много ресурсов в котором очень много энергии и состояние такое между мире вот если позвольте сейчас такую метафору приведу да человек который играет в игру он как кентавр то есть у вроде бы вот голова да чем торс человеку он остается казалось бы в таком сознании но у него задняя часть как бы животного хтоническая такая там что-то дикое там что-то бессознательное там какие-то и вот эти наши истории полевые и вот это состояние междумирья когда мы и как когда мы играем мы соглашаемся на какую-то другую роль и в то же время мы можем себя в этом отслеживать то есть мы не впадаем какой-то гипноз и так далее мы абсолютно управляем процессе находимся на это удивительное состояние междумиря которое дает возможность вскрывать какие-то потрясающие вещи вот для меня сейчас контекст игры для самой очень интересен я его исследую поэтому хотелось сегодня вот поговорить потому что мне кажется очень много здесь может быть а полезного людям и нам с тобой да да я с удовольствием потому что когда у меня что-то не получается я понял что надо вспомнить состояние игривости вот я всю ночь доделывал картину которая у меня я сейчас хочу тебе показать и все вот она называется милые у тебя температур вот она ему температуру мерить а с другой стороны у меня никак не получалось никак не получался я вспомнил надо же состояние гривости что когда ты в игривом состоянии а ты играешь когда ты полно тебе энергии энергия освобождается зажимы снимаются эндорфин включается адреналин уменьшается кислород больше клеток попадает в клетки мозга я потом подумал слушай а это же день и ночь но это смотря кто как видит конечно мне интересно будет что там друзья наши напишут кому как видится похоже на день и ночь или нет а давай мы предложим вообще аудитории сейчас поиграть да а что они видят вообще на этой картине как какие метафоры у них раскрываются какие образы какие ассоциации это же очень интересно ну да да мы вот попросили а пока думаю это у кого что происходит какие ассоциации я хочу сказать а философии игры вот сейчас очень много психологов как ты сказала обращает внимание что людям даже взрослым надо иногда вот играть но они предлагают свои вот я сколько в интернете смотрел они предлагают свои игры а мне кажется вот у нас методика по ключу чтобы оживить себя нужно играть именно свою то есть своя игра это та игра которой человек был счастлив жизни если он вспоминает я уже говорю об алгоритме технологии если вспоминает когда же он был счастлив в детстве в юности ну или когда я был маленький совсем вот например я же не задумывался о сложности в жизни я помню я сидел под столом и водил самолеты активно и при этом вот у меня был уже во взрослом состоянии дикий стресс я вдруг вспомнил я же был маленький такой счастливый я ожидал что жизнь будет большая и интересная и водил самолет я мечтал быть летчиком испытателем и я вспомнил это сел на диван и стал водить самолет ну что я сделал при этом в отличие от обычных случаев я не просто вспоминал себя счастливым я производил те действия которые я тогда производил когда я играл сам сам собой в игру под столом я сидел руки положил как бы на штурвал начинал его как бы крутить управлять этим реактивным самолетом и даже подвывал как мотор так вот как яма как маленький был и вдруг неожиданно мир как бы распахнулся я опять оказался под столом и даже пахнуло весной и там сирень по моему было и у дедушки в доме абрикосы там березы и пахнуло этим детством то есть я голограмму как бы раскрылась потому что я сопроводил чисто методически я всем это сейчас рассказываю если вы вспомните момент счастливого случая или в детстве или когда сыграете эту ситуацию сыграете ее сопровождая образы которые у вас воспоминания действиями вот когда вы духовное сопровождаете материальным происходит согласование между психическими физиологическими процессами и ты попадаешь в ту реальность и там включается гормон а просто когда думаешь о чем-то там гормон особо не включается а там ты как бы целиком отрываешься от этой реальности стрессовой вот этой бытовщины вот этой неприятной там дискомфортной ситуации у меня тогда была очень жуткая я вдруг на диване когда сидел рулиру вдруг и вдруг распахнулась я попал в мир своего счастья вот эта игра потому что буквально через две-три минуты я неожиданно для себя заметил что стресс который у меня был оковы эти они исчезли пропали я вдруг как-то посвежил я подумал да пошло на все в баню ты понимаешь другое состояние конечно игра дает абсолютно другое состояние вот смотри у нас появились идеи ассоциации с картиной зачитываю любимый мой единый взгляд любимый там по-моему что-то было еще нет вот наверное пожалуй пока все друзья пишите название картине которые какие ассоциации она у вас вызывает и через это тоже можно что-то себе узнать потому что то что мы видим это всегда откликается в нас да ты вот знаешь что очень крутую сейчас рассказал технику которая очень доступна на всем потому что телесная память ведь есть и мы помним то состояние достаточно просто позволить себе в него войти и это еще работает потому что вот когда я исследовала что такое игры да почему людям очень нравится играть в игру вот возьмем любую сложную ситуацию в бизнесе в семье там какая-то задачка непростая нужно ли почему-то научиться как только мы подходим к этому вопросу очень серьезно мы напрягаемся да потому что страх ошибки страх ошибки ответственность все это иногда просто очень сильно уставшие но как только мы говорим давайте не работать а давайте поиграем любой человек в любом возрасте он это состояние сразу принимать поиграть это значит как будто понарошку это значит как будто бы не по-настоящему это значит что позволить себе в игре все попробовать ты как будто бы не ты ты вот это между мире до находишься и сразу вот этот пафос серьезности папа с ответственностью он очень уходит человек позволяет себе в игре то что в обычной жизни он как бы ну для него это страшно и вдруг через игру он видит оба надо же а я каст вот так могу а я каст вот так могу а я каст могу вообще легко к ситуации отнестись как-то да блин да ничего не произошло на самом деле я имею право сейчас рисовать картину заниматься делом я не хочу напрягаться вот это удивительное свойство игры и она срабатывает на каждого человека в том числе нам взрослого на ребенка на всех неважно какой статус какое что а по одной простой причине что оказывается игра это даже докультурный феномен и это удивительно игра появилась задолго до того как вообще человек социум попал то есть как вообще сформировались правила игры как сформировалось общество как сформировались табу какие-то играл всегда человек это мы видим когда мы выглядаем за животным то есть через это я тоже хотел сказать полнота игра энергии и котята играет прыгает и там полнота энергии это как раз таки животных ты молодец как точно ты сказала именно именно это да и вот именно благодаря тому что в нас всех это это опция вшита да то есть мы все умеем играть не я такой серьезный это все ерунда как только мы говоришь ну давай поиграть представь что ты умеешь играть представь что ты себе позволяешь человек все равно в это пойдет это удивительно надо соединить взрослого взрослого соединить его взрослый ум и опыт и чувство ответственности состоянием игры соединить да вот в этом сложность потому что иногда мы слишком залипаем на серьезность на то какие мы какие роли мы играем социальной жизни или на игру или на игру то есть надо соединить а для этого у нас есть метод ключ потому что когда мы вот сейчас книжка выйдет потрясающе там и об этом написано чтобы мы могли через ноль соединять это решение просто потому что когда человек время от времени выходит из стресса на нулевое состояние безмятежности он может соединить он может помечтать о том что теперь в любой стрессовой ситуации когда ему предстоит решать важные вопросы для жизни и жизнь и смерть там где неопределенность точка бифуркации что он может легко вспомнить это игривое состояние и соединить ранее несоединимое потому что раньше он был либо серьезном состоянии либо несерьезно а через ноль можно соединять несоединимые вещи я знаешь как это понял я когда был маленький я очень много читал и вот я помню я сидел библиотеки пушкинская мама у меня была директором пушкинской библиотеки махачкале и там читаем зале я наткнулся на книгу дата и четверджа введение в древнеиндийскую философию всем рекомендую там про философию санха философию йоги философию оказывается много школ в индии было и чарваки там я вот читаю 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 я чувствую что-то не хватает что-то не хватает потом через годы я понял я очень люблю эту книгу дата и четверджи потому что там такая систематизация любой человек который прочитает ее очень многое поймет что до нас люди жили до нас то есть предшествующие поколения тысячи лет думали на теми же самыми вопросами которые мы сейчас говорим и накопили богатейший кладезь ее мудрости но я там думаю что что мне хватает и понял оказывается мы когда читаем книги мы иногда упускаем вот когда мы об психологии читаем или еще что то что что речь там идет еще о неких состояниях которые нужны для постижения тех или иных истин потому что вот например когда мы говорим медитации мы не всегда понимаем что медитация во-первых это в переводе как бы размышление 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 есть оптимальное состояние когда человек размышляет и у него там возникает постижение истины именно тогда когда он настолько глубоко может сосредоточиться в тему размышления что там как пуля происходит прорыв в реальности шаблонов и он выскакивает на другое состояние ну так называемое измененное состояние да чексен мехаи называл это поток поток да и там он чувствует ощущение экстаза понимание понимание слушай можно я тебе одну вещь скажу да конечно вот этот вот Юлиан Семенов 17 мгновений весны там есть прекрасный фрагмент когда профессор Плешнер спешить домой и забыл цветок поставить как разведчик забыл за всем как его предупредили это же во время войны было он должен был знаком предупредить там что-то он забыл потому что он спешил домой потому что дома его несмотря на войну там еще его ждала пачка чистой бумаги где он сейчас сядет профессор Плешнер и будет писать писать то есть по существу и чексен мехаи и многие другие говорят о том что человек счастливым может быть и долго жить если найдет свое место в жизни смысл в жизни в любимой деятельности 100% да тогда получается что все вокруг вот эта рутина она не так важна и ты можешь из этого страха который возникает из этой рутины напряжения в любой момент извлекать оттуда потенциал творческой энергии освобождаться и вот одним из факторов освобождения является то что ты говоришь игра то есть по существу если мы даже вспомним как в детстве машинки водили воображая себя там водителем или девочки куклы играют куклы ну ты много знаешь разных этих способов можешь можешь всем подсказать что они могут поиграть которое коснется их непосредственно кто там прыгает через скакалку кто-то хоп крутит кто-то я рекомендую 2-3 минуты в день если так поиграть как ребенок но уже с этим взрослым умом понимаешь что ты это делаешь для того чтобы почувствовать что когда ты нашла действие синхронное твоему состоянию у тебя включается вот это самое состояние о котором как раз таки вот трудно понять словами а это надо переживать переживание это действительно переживание это состояние потока когда ты пытаешься напрягаясь туда войти ты не можешь туда войти это логически понять что это невозможно это действительно состояние действительно состояние измененного сознания и там уже несколько пунктов было да как семь или восемь пунктов как войти ну опытным путем уже да там проводя исследования статистику людей у нас проще попадали но там там есть некоторые условия можно это это пиковое состояние да это состояние такие действительно очень редко редкие которые случаются но я даже не к этому да хочу сказать сейчас я хочу сказать что когда мы излишне серьезно пытаемся какую-то решить проблему то вот это напряжение внутренне оно нам мешает оно как бы зашоривает наш взгляд и вот когда а когда мы играем мы можем подняться как бы вот на этот мета уровень и посмотреть на себя разного какие у меня есть роли потому что вот ты привел очень классный пример когда человек спешит домой у него там стопка бумаги лежит он раз и переключился в другую роль он сейчас в роли профессора писателя он включается в это и можно включать какие-то триггеры какие-то элементы то есть в каждое действие можно включить элемент игры это не значит что жизнь все обесценить и там нет серьезности нет ты очень правильно сказал что мы вот это состояние соединяем с чувством ответственности но наблюдая за собой какие у нас есть роли мы можем начинать переключаться потому что ведь какая бывает сложность у людей человек залипает в какое-то одно состояние ну например дома я жена-мать а на работе там я инженер босс или еще кто-то и все и вот эти роли они носятся как маски а где там живой человек извините хочу сказать я знаю одного директора который стал директором и так вошел в эту роль что забыл обо всем остальном вот самолюбование вот этого самого себя что он в трасс попал что он директор и теперь те же самые люди те же самые друзья которые у него были его перестали узнавать потому что он с ним стал абсолютно точно ну да да в роль попал и вот эти вещи когда они происходят то это на самом деле ну как бы ничего плохого нет что ты директор и ты в роли директора это все здорово но когда ты в этой роли залипаешь на все ты с друзьями директор с близкими директорами кошкой начинаешь управлять ну это же бред какой-то происходит то есть все человек теряет вообще связь с миром он настолько сросся с этой маской что там под ней нет жизни там есть только вот этот каркас и получается что из этой роли человек теряет контакт с миром вот 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 да вот это вот маски которые он ну задача обязанности то директор то отец то дедушка друг когда у него это все происходит как у Шекспира весь мир актеры да 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 разные функции включаются ну я то конечно куда я денусь если я про метод ключ всегда говорю я хочу сказать что как раз таки вот эти все роли можно проигрывать в нулевом состоянии делая разгрузочные действия вот сейчас мы из ковида вытаскиваем людей как мы предлагаем им просто сидеть качаться и переживать о чем переживается на волне автоколебаний то есть человек сидит и переживает и переживает и не мешает себе переживать это новое новое на земном шаре новое потому что всегда пытались выгонять плохие мысли не переживать я как раз что надо переживать о чем переживается но на фоне автоколебаний и тогда ты оказываешься как ребенок на руках у мамы ты переживаешь она подбирает тебе ритм покачивания вот эта волна упражнения у нас есть ты переживаешь и у тебя происходит авто авто подбор потому что когда ты больше нервничаешь больше переживаешь у тебя частота меняется как будто на руках у мамы да это вот сейчас я специально говорю что это тоже игра это тоже игра в волну ты играешь в волну ты вспомнил как плещется волна и у тебя вдруг когда ты переживаешь переживаешь и вдруг минут через 5-10 ты выходишь на состояние вот это особое состояние такой некой такой эмоциональной уравновешенности и появляется ощущение что ты начинаешь понимать как устроен мир и что ты начинаешь это одновременно когда ты свидетель события и его участник как бы ты со стороны смотришь ну это состояние это надо попробовать потому что это все у нас в школе например человек будущего хомокатура все пробуют и все знают мне постоянно пишут благодарность ой вы меня вывели не я вывел это механизм природный но это вот игра пожалуйста игра для многих я почему об этом сейчас говорю потому что мы же с тобой психологи мы пользуемся каждым случаем чтобы дать людям полезное конечно вот смотри здесь есть вопрос давай я буду зачитывать вот вопрос один а если тебя сбили со своего ритма и ты не своей жизнью жила сбили с ритма жизни в смысле что ли ну наверное не дает ему быть своей роли я так понимаю счастье это быть собой и вот допустим допустим девушка ну ее заставляют делать не то что ее природное предназначение но это часто бывает я не про данный случай говорю потому что здесь у девушки может быть совсем другой вопрос она сейчас надеюсь уточнит но если так пуститься в ассоциации то очень часто люди разводятся почему потому что они когда влюбляются и все окрашивается божественным светом и они за этим видят реализации своих мечтаний а то вдруг оказывается что ей приходится быть не в своей роли который требует от нее допустим муж быть такое или такое она не может быть другой и она вот теперь пять лет десять лет вынуждена играть не свою роль может она это имеет ввиду может это пускай уточнит вот это интересно так еще вопрос если человек не знает или пока не понял какая его любимая деятельность как ему быть мне кажется здесь надо исследовать здесь надо исследовать в том числе игровые методы очень хорошо помогает вот одно из таких буквально недавно на фейсбуке Валентина Габышева проводила очень классный интерактив она предлагала вспомните в ваши вот эти годы тринадцать четырнадцать лет какая у вас что вы больше всего делали в чем вы были лидер что у вас лучше всего получалось потому что через вот эти механизмы можно поиграть в себя тут тринадцатилетний четырнадцатилетний вспомнить для меня это было интересно я вспомнила что я постоянно смеялась и мы с девчонками училась смеялась и мы с девчонками троллили мальчишек и учителей то есть получается что там какая-то вообще была история про вскрытие там как найти баг-системы да то есть найти какой-то что-то что ну не так потому что мы постоянно какие-то находили вот эти слабые места это очень интересно потому что сейчас я понимаю что я занимаюсь в том числе тем что помогаю людям ну как бы мышление поменять найти затыки которые мешают и вот через такой игровой формат в том числе можно и свое это конечно не будет ни за один раз происходит это это целый процесс когда вы себя исследуете когда вы понимаете о чем вы это но игровые методы в том числе помогают войти вот в это состояние а вот состояние игры детства мы там искренние мы там настоящие и это то к чему нас зовет наша душа наше строение нашей натуры что мы из себя представляем потому что за масками про которое мы говорили там вообще себя найти невозможно зачастую а когда мы можем себя понять какие мы настоящие и вот то что ты рассказываешь твой метод он идеально тоже подходит для того чтобы почувствовать себя я какой мне кажется надо задаться только задачкой я хочу понять о чем я тогда и придет у нас у нас есть такая методика в ключе называется как бы моделирование видов деятельности сканировать себя самоиндентификация чем бы я хотел заниматься в жизни чтобы мне было не скучно и всегда получать удовольствие и эффект ну человек выходит ну короче метод построен у нас на том что ты находишь действия которые синхронны твоему состоянию например ногой качать любишь или голову чесать или ходи туда в свой покорный и вот ты берешь там много-много разных инстинктивных действий у человека он вспоминает что он чаще делает когда решает трудный вопрос ну например дергает плечом или что ну сейчас не будем об этом это займет время это можно там у меня на канале ютуб канале ну главное что он находит действие синхронное его состояние ну самое простое это что болтается стоит и просто болтается как все дети делают и думает о своем и в это время когда он стоит болтается болтается постепенно он выходит опять же как на руках у мамы он выходит на состояние пустоты эмоциональной и в этой эмоциональной нулевой пустоте у него как бы две половины мозга как бы функционально разборки и он сейчас между ними между сном и большим и он начинает профили деятельности себе выстраивать например полминуты он мечтает о том что он космонавт полминуты он мечтает что он печник полминуты что он балет танцует полминуты что он барабанщик полминуты что он там пирожные делает 5-6 профилей вот так он выстраивает и делает что-то и моделирует а там легко это получается когда он делает вот это упражнение методические и он там свободнее это представляет потом он чаще всего в 80% случаев мне человек с первого раза вот он 20-30 минут поработал над собой это самопознание методик поработал 80% людей говорят слушай я понял я понял ну я вот до конца не понял чего я хочу но то что теперь я не хочу я понял точно слушай ну это тоже очень важно ну конечно фильтровал фильтровал вот ты знаешь это так интересно сохранить то что ты сейчас говоришь я сегодня написала пост у меня мысли были про свободу что такое свобода и вот на самом деле свобода это не только то что мы хотим если могу позволить это я могу себе позволить то я могу позволить себе как я хочу жить я про удовольствие про его вот это прям свобода да это есть этому место но свобода это в том числе когда я точно знаю от чего я отказываюсь и я говорю нет спасибо мне вот это не нужно я могу сказать нет каким-то отмершим отношениям. Я могу сказать нет тому, что мне не подходит. Я могу сказать нет тем работам, которые мне навязали, например, родители и так далее. И вот это вот само ограничение с одной стороны, но это взрослый подход. Очень интересно, кстати. Просто снимала свой класс, которые тебе мешали. То есть ты по существу сейчас очень важную тему затронула. Колоссально важную. Ну, свобода понятна. Это когда я делаю, что хочу и думаю, что хочу. Это понятно. Притом о свободе говорили. Раньше свобода и осознание необходимости на самом деле имелось в виду тогда когда понял, чего нельзя, значит и свободен. Это неправильно. Имелось в виду на самом деле свобода это потребность человека. И она осознанна. Вот в этом смысле. Свобода и осознание необходимости. А вот то, что ты сейчас сказала, очень важно. То есть когда я понял, что вот это меня держало в плену. Да. И вышел из плен. Абсолютно. Это свобода. Скажи еще раз вот эту форму. Вот скажи, это очень важная форму. Но это реальная свобода, когда человек может... Как бы свобода самоограничения. то есть когда я могу сказать нет или отказаться от того, что мне не нужно. Вот не нужно это плен. Правильно же? Да, да. Потому что мы всегда... То есть смотрите, удовольствие заканчивается. Я это... Я на самом деле это, конечно, не придумала сама. Я очень много рассуждала. Мне несколько пришло всяких идей, мыслей. Я стала наблюдать за собой. И, конечно, это у разных авторов я видела, у разных людей, которые приходили ко мне на подкаст. Что-то подобное говорили, и вдруг я поняла, что это действительно... И вот метод даже перебора, что мне не подходит. Несмотря на то, что это модно. Несмотря на то, что это классно. Посмотри, Люсей. Вот я, например, понял. У меня есть приятельница, которая меня грузит постоянно. Она мне годами, уже 25 лет она меня грузит. Она меня вынимает мозг постоянно. Она звонит не вовремя, начинает жаловаться на свою судьбу. Она говорит, что скоро она умрет. Ну, разные вещи такие. А я должен постоянно по полчаса, по часу бросать дела и уговаривать, убеждать. Я говорю, слушай, ты наконец успокойся, ты не умрешь. У тебя бабушка сто лет прожила и там тетя сто лет. Ты долгожитель. Я трачу свое время и жизнь в течение 25 лет я ее убеждаю в том, что все будет в порядке. Она умная, умная очень. Все у нее исполняется. Ну, есть у нее вот эта вот звена. И вот, наконец, я однажды рассердился и я сказал, слушай, ты будешь жить, а я уже умру, потому что ты мне вынесла все мозги. Я это понял и я и сказал, два месяца, чтобы твоего духа не было. Вот и правильно. Они с твоими делами. И, короче, говорят, два месяца, вот я освободился. Вот то, о чем ты говоришь, я понял, чего мне нельзя. Мне нельзя позволять себе постоянно находиться под этим трепетом вот этого напряжения, которое мне, это токсично это токсично для меня. Конечно. И я когда понял, что это, то есть я, это борьба с собой. Я добрый человек, мне ее жалко, я поэтому, она вот целая на меня и постоянно меня, вот от меня питается, как это говорят, мне рассказывают, она выговаривается, за счет этого разгружается. Она разгружается, а меня загружает. Конечно. И вот способность сказать нет в том числе людям. Я сказал нет. Скажи, как легче стало. Чтобы я не очень обидно сказал на два месяца. На два месяца, чтобы тебя долго не было. На два месяца я буду. А давай просто читаем, как еще здесь может игра помочь, да, в том смысле, что можно менять иногда роли. Вот человек, который отказывает, это какая-то роль твоя. То есть есть Хасай, который добрый, поддерживающий, заботливый, который всех обнял, у него энергии много на всех людей. А есть ты какой-то другой, тот, который говорит так, мне нужно мое время. Можно включить какого-то не очень доброго человечка, который скажет, слушай, ну хватит уже ныть, давай займись своими делами. И он, и это другая немножко роль. И вот в этом смысле дети так делают, когда в школу не хотят идти. У них невольно появляется температура иногда, у них невольно. Вот, вот, вот игры, игры, которые мы играем. Да, во-первых, люди, конечно, любят играть в эти манипулятивные игры. То есть она включает жертву, ты включаешь спасателя, и вы оба там ходите вот по этому кругу, который и ей не помогает, и у тебя эта история долго длится. Но выйти из этих игр, в которых я не хочу играть в твои игры, я хочу играть в свою игру, ту, в которой мне классно, играть с людьми, которые меня наполняют, делать то, что я хочу, сказать нет отношениям, которые меня изматывают. И это как раз про то, чтобы играть в свои игры. И ты говоришь, нет, спасибо, у меня в моей жизни, а жизнь мы можем рассматривать тоже как игру в большом таком контексте, у меня свои правила. Если ты пришла на мою территорию, соглашаешься играть, и мы где-то начинаем играть как в танце совместно, но мы наполняем друг друга. А если мы начинаем играть по чужим правилам, да еще теряем в этом, то какой смысл, тут и баланс нарушается. И поэтому вот выгуливать свои разные роли, разные идентичности, говорить, что я иногда могу быть таким, я могу быть другим, в этом смысле очень полезно. Как это тренировать? Есть практики, конечно. Можно пойти и выгулить какую-то свою роль в безопасном пространстве. Кто-то идет на курсы актерского мастерства и пробует, какой он такой, сякой и разный. И вот считается, что человек во второй половине жизни, когда уже обрел определенный опыт жизни, знает свои жизненные стратегии, его задача в том, чтобы проявлять гибкость, развивать ролевую гибкость в том числе. Я могу быть разным, я не залипаю там на одной своей роли. И в этом смысле пробовать, тренировать навыки эти, это очень круто на самом деле. И каждый человек для себя может сам выбрать, а как я могу это сделать? Ну и брать в это. Можете спросить, Виция, дорогая, вот если бы ты меня спросила, какую игру я хочу играть, я бы сказал, а вот тебя можно спросить, или это неделикатно получится? Почему? Я могу рассказать. Задай мне вопрос. Какая игра для тебя самая такая интересная? Какую бы игру ты бы сыграла, если бы тебе хотелось быстренько восстановиться? Вот допустим, у тебя 5 минут времени, у тебя стрессы, у тебя завтра надо сдать какой-то отчет, статью или что-то. Вот какую бы ты игру за 5 минут сыграла, чтобы быстрее восстановиться? Это всем будет интересно, и я скажу, какую я игру. И пусть все подпишут, напишут, какую они были. Это же прям даже вызов такой для меня. Ну смотри, я знаю, что меня наполняет, например, меня наполняет история про то, что открывать что-то новое, то есть для меня там очень много ресурса. Что можно за 5 минут открыть нового, но это надо прямо сейчас... Стоп, 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 теперь я подскажу. Теперь я подскажу. Давай. Об этом я и говорю, что такое ключ. Вот человек, вот ты, допустим, или кто-то сказал, я люблю открывать новое, я чувствую там экстаз, я чувствую там, когда вдруг открывается понимание, я кайфую. Вот ты вспоминаешь, это состояние, что-то, вот это само чувство. И вспоминаешь, в каких моментах ты это чувствовала и что ты при этом делала. Например, лежала на кушетке, читала книжку и думала. Или, например, ты ходила по комнате и думала. Или, например, ела арбуз и думала. Я знаю. И это смоделировать. Например, вот оно в чем дело. Вот оно. Понимаешь? Знаешь, ты, кстати, у меня была идея сказать это, знаешь, что меня очень сильно наполняет и в то же время дает мне поиск ощущений, когда я грибы собираю в лесу. Вот. Грибника. Это вообще супер просто. Сейчас для всех скажу, что такое прочее. Это когда ты берешь, вспоминаешь, как ты ходила по лесу и начинаешь это играть. тупо механически делаете действия, которые ты тогда в лесу делала. Да, и ходишь по комнате и начинаешь собирать грибы чисто тупо, тупо, не заставляя себя пережить это. И вдруг ты через минуту-полторы попадаешь в это состояние, которое было, когда ты собирала грибы. Вот оно. Поиграть в грибника? Ну, конечно. Как ты собирала, ты просто это берешь, моделируешь. Вот сейчас выйдет моя книга месяца через полтора-два вот этого нового. Как использовать потенциал творческого страха для себя на пользу. И там как раз есть, как моделировать кусочки своей жизни именно по технике ключа. Это элементы ключа. Чтобы воспроизводить испытанное состояние и использовать его на новом назначении. То есть вот сейчас мы придумали тебе игру, которую ты сама придумала сейчас невольно. Я подсказывал вопросами, ты невольно вышла на грибы. А я подсказал, что сделать технологически, как психофизиолог. Вернее, даже нейрокибернетика. То есть ты ходишь по комнате и делаешь все эти действия. Там кустик наклоняешь, наклоняешься, пачеками грибы берешь, подсознанно вытираешь. Все это делаешь. И ты заметишь, когда ты это сделала, как тогда делала, а тогда не сознательно делала, не осознанно, а сейчас осознанно. Это осознанное воспроизводство ранения осознанных действий при решении той или иной задачи. У тебя вызывает тоже состояние, но при этом ты уже всегда в следующий раз, когда тебе нужно настроиться на что-то, на открытие или на что-то, ты уже знаешь, какую игру тебе проиграть и как. Прикольно. Ну пусть вопросы напишут, напишут вопросы. Ой, вопросов очень много. Давай немножко зачитаем, потому что очень много вопросов сейчас уже есть. Так, так, так. Вот здесь вот, видимо, про то, что ты до этого говорил, состояние детства. Да, это игра детская. Она должна включать именно повторяемые действия или любое другое? Нет, ну там, там, смотря, обычно все повторяемые, но есть и неповторяемые. Просто повторяемые действия, неповторяемые действия, это на самом деле действия разной частоты. То есть любое действие, оно повторяемое, потому что есть напряжение и расслабление. Это волна, это волна. Но оно может быть растянуто по времени, и тогда не видно, что здесь идет фрагмент, тоже повторяемые действия, на самом деле. Просто на высоких частотах. Ну, например, когда человек трещется, это повторяемое действие. И когда ходит по комнате туда-сюда, тоже повторяемое действие. А есть еще более по времени. Ну вот здесь вопрос, не вопрос, даже был, наверное, комментарий, когда человек в напряжении сложно переключаться. Это, наверное, к тому, что мы говорили про ролевую гибкость. Ну, конечно, так дело в том, что этот навык нужно тренировать. Во-первых, прекрасный есть метод ключа, касая, который снимает напряжение. Конечно, пусть на ликбезы выходит. Вот давайте мы сделаем завтра или послезавтра бесплатный ликбез. Я объявление напишу там на ютуб-канале. И остальное мы сделаем. Мы все выйдем туда. А все остальное – это навык. Это навык гибкости, когда вы можете переключаться и быть разными. Человек всегда должен играть роли. Или он может быть свободным, самим собой, без ролей. А мне, знаете, бы хотелось, чтобы вы сами ответили на этот вопрос. Вы точно знаете на него ответ. Вот вы, вот Евгений, да, который… Я только не пойму, девушку, молодой человек не вижу. Задайте этот вопрос себе. И это очень круто на самом деле. Потому что вы точно знаете на него ответ. А он вообще должен играть всегда роли? Или должен быть свободным? И мне кажется, что вы точно на него ответите. Я не могу такой свободы еще раз определить. Что вот когда вот Евгений или Евгения задают вопрос, или должен быть свободным? Что он имеет… Пусть он напишет, что он подразумевает. Что такое свобода для тебя? Вот Евгений. Напиши. Свобода – это когда я… И тогда пойму, что тебе играть роль или надо. То есть надо свой вопрос себе понять. Потом у меня есть метафора, афоризм, афоризм. Много у меня очень важных. Например, мы не живем в головах друг у друга. Поэтому пишите, говорите понятнее. Но относительно роли я бы все-таки предложила бы, друзья, если вам откликается вопрос, прям действительно ответите на него самим. Потому что это очень крутой повод для самоисследования. Когда вы себе сможете… Здесь нет правильного или неправильного ответа. Но когда вы начнете себе отвечать… Вот, смотри, написал. Я свободна только, когда наступает сон. Я сейчас скажу, почему. Потому что, извините, это очень важный момент. Когда человек засыпает, он уходит из реальности. Вот и между сновой Божьей с ним попадает. Вот он засыпает, засыпает, засыпает. И там комфорт, безмятежность. Он проходит нулевое состояние, о котором я вначале говорил. Вот это нулевое состояние, когда вдруг то, о чем ты думаешь, начинает обрастать свободным потоком ассоциаций, которые помогают тебе найти решение, которое ты в обычном состоянии найти не можешь из-за страха. А там ты вот в этом комфорте, ты свободна, ты освобождена. Извини, я тебя перебил. Не-не-не-не, это все, это понятно. Тут у нас был, да, молодой человек, Евгений. Ну вот пусть вам уже предложили, да, что-то пояснить, что для вас свобода. Так, что еще вопросы? Как можно найти ответы через сон? Немножко, конечно, не про нашу тему, но почему бы не поговорить про сны? Ну вот он, Евгений, написал, «Свобода – это когда являешься самим собой, когда я не играю, чужие программы». Это то, о чем Люцией сейчас говорил. Вот, когда он не играет, навязаны мне от родителей, в общество запретов. Правильно, когда ты являешься самим собой. Только одно предложение, один совет, Евгений. Дело в том, что родители хотят нас защитить. Они хотят нас защитить на всю жизнь. И поэтому говорят, этого нельзя, этого нельзя. Ну, у них, может, не хватает мудрости сказать, как надо. Но их понять можно. Вот когда ты, Евгений, будешь таким взрослым, как я, вот мне 70 лет, у меня прав на кулмах уже два года. Только я сейчас 70 лет понимаю, как мои родители, которые меня гнобили все время, заставляли учиться, экзамены сдавать, книжки писать, читать там. Как они были правы. Просто они меня сразу это заставляли делать, чтобы я пока маленький понял. То есть они пытались меня защитить, а я обижался. Я помню, я маленький стоял в углу и думал, вот умру, вот узнаете. Да, ну это все, наверное, это испытывали. Это тоже. Конечно, да, да, да. Так, конечно, Евгений прав, что он говорит, хочет свою роль играть. Но я просто говорю с интенцией, чисто прадедушкину с интенцией. Я же уже таким был. Я обижался на родителей. Иногда надо на родителей мягче смотреть. Надо понимать, что они хотят нас защитить. Просто они всегда знают, как сделать. Вот это важно. Потому что нас никогда в школе не учили, как своих детей воспитывать. В школе же нас много, чем мы не учили. В школе нас учили подражать и делать до тех пор, пока не получится. Говорили, а ты старайся, а ты старайся. Нас не учили думать. У нас проблема школы заключалась в том, что большими объемами информации оперируют, не вникают в суть смысла локации. У нас много проблем школы. Поэтому у нас в школе человек больше хомо-футурис, и мы с Люцией дружим в этом смысле. Потому что вот эта наша встреча сегодняшняя, это фрагмент размышлений, какими числа человек, качествами будет обладать в будущем. И мы все сегодняшних, сегодняшних наших друзей, которые у нас сейчас вот на связи, пытаемся эти качества, как бы мы их инициировать, говорить об этом. Еще одно из качеств – это включать у себя энергию, это включать у себя свободу. И одним из элементов для этого является игра. Вот мы о чем, о чем мы сегодня встретились. Так, я так, 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 так. Сбор грибов – отличная игра. Да. Ну, смотрите, тут пишут несознательные эти игры. Людей не учат этой свободе. Ну да, совершенно так и есть, потому что, конечно, почему мы зачастую поддаемся на игры чужих людей? Ну, потому что у нас пока нет навыка играть в свои игры. Вот, 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 вот. И все, и на самом деле это все тренируется, когда вы начинаете исследовать себя, когда вы начинаете снимать то напряжение, которое у вас есть в теле, когда у вас появляется желание сказать, я хочу быть свободным. Это ведь исходная точка. И потом начинается с этой точки уже наблюдение, что, оказывается, вот здесь я в чечитые игры играю, что, оказывается, вот здесь я сам себя обманываю, что, оказывается, я занимаюсь работой, которая мне не нравится. Я там видела один из вопросов, что если человек, который вот так вот манипулирует, это близкий человек. Конечно, в этом случае намного сложнее, проще там знакомой, даже друзьям сказать, ну извини, там все. А с близким человеком в паре это сделать, конечно, очень сложно. Иногда это требует мужества, для этого нужно, может быть, иногда пойти к терапевту или разобраться самому, почему я в таких отношениях вообще нахожусь. Здесь нет универсального ответа. Если бы универсальный ответ был, ну, наверное, что-то было бы по-другому. И здесь вопрос, вообще все начинается с того, что вы себе начинаете задавать вопросы. Как я оказалась в этих отношениях? Почему я в этих отношениях? А хочу ли я? А где здесь чувство моего достоинства? Потому что вот когда мы говорим про свободу, свобода, она неразрывно связана с моим достоинством. И вот как только вы нащупываетесь, у вас вообще, как правило, вопросы отпадают. И вопрос остается только, где взять энергию? Да, а энергию можно вот прекрасно практиковать с нашим уважаемым Хасаем. И с его методом ключ. И, пожалуйста, и энергия появляется, и все появляется. И я считаю, что... Знаете, еще что бы я хотела добавить? У нас уже потихоньку время выходит. Мне кажется, мне кажется, что состояние игры в любом формате, то, что мы обсуждали в разных вариантах, в разных, сейчас не имеет значения технология, оно инициируется любопытством. Вспомните детей, вспомните себя ребенком. Ура, ура, Лиция, ура! Ты прямо в точку, прямо в точку. У меня есть такая метафора, афоризм такой. Только почемучки становятся великими. Потому что именно, именно... Вот давай мы всем дадим такой совет, как домашнее задание. Задавайте вопросы, когда вы что-то слышите, когда вы с кем-то разговариваете, когда вы на лекции, когда вы беседуете с кем-то. Если вам что-то непонятно, задайте вопросы. Не стесняйтесь. Потому что вдруг откроется ответ, а он совсем неожиданно, совсем другая сторона темы. И себе задавайте вопросы. Например, мне кто-то позвонил и говорит, слушай, у меня к тебе такое серьезное дело. Я думаю, к тебе приехать, у нас все получится, все получится. Женский голос. А я говорю, давай мы о делах говорим, говорим о делах. А потом я себе задал вопрос. А почему я согласился, что она ко мне приехала? Копался, копался. Он задал себе вопрос. И понял. А я надеялся, вдруг она симпатичная. Так это здорово. На самом деле ответы иногда бывают, искренние ответы бывают очень неожиданными, но они классные, они живые. Так вот, искренность собой, задавание себе вопросов, это есть по существу развитие самосознания. Я тебе очень благодарен, очень благодарен нашу встречу. Спасибо тебе огромное. Я тоже тебе очень признательна. Я тебе виртуально дарю цветы. Можешь благодарить. Спасибо большое. Какая красота. Ой, ну что, мы будем завершать. Друзья, спасибо большое, что были с нами. Спасибо за активность. Не на все вопросы, конечно, успели ответить, но я видела, что вы пишете, и вы поддерживали, и многие вещи вам очень откликаются. И вот завершая наш эфир, хочется сказать, что еще раз про вот это состояние любопытства игры. Вы делайте это так, как вы умеете. Пробуйте, начинайте. Нет какого-то однозначного ответа, как это делать. Есть люди, которым это учат. Есть люди, которые предлагают. Вы сами что-то можете начать делать. Но исходная точка любопытства, состояние детства, ну а технология, она есть, ее можно найти. Мы же ходим в фитнес-центры, мы ходим в спортзалы, тренировочные секции и так далее. А вы теперь иногда закрываете дверь, чтобы никто не подумал, что вы сумасшедшие. И поиграете с собой. На самом деле, это ваша детская комната, где вы черпаете энергию, восстанавливаете свою молодость, чтобы завтрашний день могли быть сильными и побеждать. До встречи, друзья. Люсия, спасибо тебе, родная. Я очень надеюсь, в следующий раз ты согласишься. Конечно, с огромным удовольствием. У нас уже это становится хорошей традицией, поэтому мы можем спросить с тобой у подписчиков, у тех, кто нас слушает, какие темы им интересны. Да, 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 да. Спасибо тебе, Люсия. Спасибо. Всем привет. Пока-пока. Друзья, всем хорошего вечера. Удачи. Ну, теперь мы должны сохранить это все. Да, сохраняем, сохраняем. Сейчас Люсия отключится, и мы сохраним наш эфир, да? Да, сохраняем. Всем спасибо за участие. Наташа, тебе спасибо. Да. Какая молодец, Люсия, да? О, какие у нас участники школы. Человек будущего, хома-фатурас. Привет, привет, привет и вперед. До встречи. Давай. До встречи.